приветствую всех любителей винограда на своем канале сегодня я снова в гостях у моего коллеги владислава сегодня у нас 21 июля находимся мы в городе макеевка владислав пригласил меня для того чтобы показать сверхраннюю форму свою с рабочим названием вилланель форма выделяется сверхранним созреванием вот таким янтарным красивым цветом дегустационная оценка высокая попробовал ягодку семечко уже спелая сахар очень высокий сейчас покажу по рефрактометру вот такие вот сигнальные розочки цвет красивый такой янтарный на фоне другая форма совсем еще зелененькая сейчас покажем что из себя представляет по сахару так у нас рефрактометр показывает почти 20 брикс 19 5 скажу это очень-очень хороший показатель высокое сахаронакопление скажу вкратце свои ощущения свои вкусовые предпочтения форма очень понравилась мякоть умеренно плотная кожица съедаемая попробовал несколько ягод попадается по одному семени семена уже спелые на данное время в общем как всех ранний сорт для сладкоежек очень даже привлекательная формочка для сравнения можно сейчас показать сверхранние другие формы каталония красавчик и принципе сравнить по сахару как они сравнение с данной формой для сравнения в какой стадии находится ранее сорта лора и аркадия вот розочка лоры а это рядышком аркадия нагрузочка тут конечно серьезно они еще совсем зелененькие так для сравнения это красавчик вот так вот выглядит сейчас на данное время сейчас сравним сахар замерим так что показывает наш красавчик красавчик показывает у нас 18 и 5 брикс это каталония вот так выглядит на сегодняшний день сейчас сравним сахар так показатель каталонии ну 14 и 5 15 брикс так сейчас здесь на весах что представляет собой ягодка так вот две ягодки почти 19 грамм среднем получается по 9 грамм ягодка ну что какой можно подвести итог форма будет дальнейшем испытываться будут проводиться наблюдения делаться окончательные выводы ну а пока на данное время это отличные показатели и по срокам созревания по вкусовым качествам и естественно по сахаронакоплению 19 августа я снова в гостях у своего коллеги владислава мы продолжаем наблюдать и показывать формы владислава который он вывел на протяжении уже нескольких лет так перед нами форма черный кот которая на данное время уже полностью спела имеет такой привлекательный внешний вид вот и сам автор данной формы скажет свое мнение по данной форме за несколько лет наблюдений за ней сделал такие выводы что форма повторюсь имеет привлекательный внешний вид его еще называют рыночным но есть одно но которая может перечеркнуть все его достоинства то есть многие селекционеры сейчас демонстрируя свои новинки сигнал очки на сеянцах показывают характеристики размер цвет это может быть даже маленькая сигнал очка с несколькими ягодами но умалчивают или забывают сказать о пусе то есть вот вкус на мое мнение это главный критерий который может одним махом перечеркнуть все его достоинства какой бы он красивый крупный не был да есть предпочтение один миноган для рынка один миноган для себя но вкусовые качества должны я считаю стоять в вахлового угла в первую очередь то есть у черного кота настолько простой его еще можно даже сказать плоский да он спелый да он гармоничный да он сладкий в меру сладкий но вкусовые очень простые не просто простые а в сравнении с такими формами известными ну из черной триады это тот же рэмбо тот же флагман ну и старый проверенный сорт байконур черный кот им уступает по вкусовым проигрывает в чистую то есть отсюда напрашиваются выводы у меня лично по этой форме то есть наверное стоит вопрос об его удалении этого сеянца и прекращение дальнейшего его испытаний из-за вкусовых простых качеств не выдающихся не выделяющихся и в дальнейшем я так думаю не будущем интересным кому-либо то есть таких сортов с черной с крупной с достойной ягодой есть и побольше конкурировать он не будет ну скажу свои свои мнения по данной форме я попробовал скажу так если сравнивать с виноградом который продается на рынке и пробовал несколько раз в гостях то бывает намного хуже чем данная форма это так мое мнение предвзятое я разбираюсь во вкусе на скажу так что бывает рыночный намного хуже по вкусу продолжаем смотреть форму желтая река без комментариев можно сказать так если вкратце такая крупнейшая рост крупная ягода янтарный цвет высокие вкусовые качества сахар очень высокий недаром владиславу несколько лет назад нашим ботаническом саду дали грамоту за вкусовые качества данной формы это оценили многие и действительно сорт достойный очень так рефрактометру 22 брикса то есть это очень сладкий очень сладкий так выглядят семена полностью спелый семена полностью вызревшие даже какой-то степени перезревшие уже ну в общем мое мнение что форма стабильно показывает себя на протяжении уже нескольких лет как очень удачная форма очень удачная и сладкая очень сладко следующая форма макфур макеевский фурор вот такая вот красивая формочка ягода крупная янтарная красивая мякоть плотная кожица съедаемая фишка данного сорта владислав выращивает виноград для рынка он очень хорошо пользуется спросом у клиентов то есть люди его покупают особо хорошо форма привлекательная кожица еще расскажу вседаема сладкий хрустящий внешний вид красивый ну одни плюсы как бы вот по рефрактометру у нас показывают 24 брикса но это вообще просто нет слов супер сладкий сейчас владислав сам расскажет по данной фуре более подробнее хотелось бы исправить небольшую оплошность допущенную в том году при съемке данного сорта зрители услышали что поспевает макфур макеевский фурор кожи молдовы что это поздний сорт ну в том году задержка была вообще по природе один месяц в моем регионе макеева задержками и сам сеянец нес много побегов на каждом побеге было по три кисти это было сделано специально для выяснения работает сорт или не работает то есть вытянет не вытянет ну своего рода да издевательства так нельзя делать нормальным людям виноградом но все сорта на испытание гибридные формы не сорта на испытание поэтому да в том году эти слова что он поспел позже молдовы они соответствуют только тому году в данный год 19 августа сейчас форма готова несет по одной на некоторых побег и кисти то есть он можно сказать спелый готовый для реализации остается для дальнейших наблюдений то есть этим видео ошибку мы исправили срок у него можно сказать ранее при нормальном уходе при нормальной нагрузке одной на побег довольно таки хрустящий мясистый имеет привлекательный внешний вид на рынке пользуется спросом следующая форма на испытании форма под названием любовница ну я попробовал мне чем-то напоминает этот вкус такие старые сорта как ризауш изюминка плотная мякоть хрустящая кожица съедаемая очень сладкая в принципе для любителей вкусные хорошие ягоды этот сорт конечно будет как по душе ну и сам автор добавить сейчас к этой форме всего две маленькие кисточки ну это как бы хорошо из-за востребованности лозы оставлено немного обрезка скорее всего пока на дан данный сеянец показывает что обрезка ему нужно средняя и длинная на корне собственном варианте испытывается сорт гибридная форма там раньше по моему с четвертой почки уже плодоносность но из-за погодных явлений в этом году и изменения потому что это сеянец а там не собственные ягода меньше и пузакий объяснять виноградарям не нужно при жаре ягода замерла и в длину не тянулась поэтому две кисточки посадочного материала не было просто для подтверждения гибридной формы выглядит подобным образом продолжаются дальнейшие наблюдения по ней выводы делать рано но зацепило будем наблюдать перед вами пустой абсолютно куст здесь была гибридная форма мулан с мускатом с фруктовыми вкуснейшими тонами красивая крупная черная но потрещала вся в хлам начала загнивать с мошками сосами с плесенью куст проверку не прошел кисти все срезанные часть реализована подчищена часть полностью удалена куст выкорчевывается убирается с участка полностью и на этом мы с ним прощаемся это новинка владислава рабочая форма оранжевый вот такой внешний вид ягоды средние гроздь пока тоже средних размеров попробовал ягоду у меня взрыв был такой сочный легкий мускат самое что здесь привлекательно это на на его сахар что хочу выделить это сочная мякоть очень сладкая с легким мускатом кожи съедаемая ну в принципе вот для сладкоежек и любителей легкого муската это будет очень привлекательная форма так что у нас показывает сахар сахар здесь вообще зашкаливает 29 и 5 почти 30 брикс но это вообще просто шедевр ну что сахар зашкаливает легкий мускат я думаю что эта форма будет интересно в будущем сейчас владислав добавит по данной форме на испытание сейчас три формы с рабочим названием оранжевой а вот желтая форма справа эта форма с рабочим названием виланель ультра раннего срока которая малость 21 июля в этом году то есть она осталась висеть для испытаний как висит трещит не трещит теряет сахар не теряет вкусовые качества то есть идет работа работа идет с ними сейчас мы замеряем сахар виланель на данный момент которая поспела месяц назад так мы замеряем сахар по виланели вот такой сахар 20 27 брикс очень сладкий очень сладкий следующая новинка владислава под рабочим названием красное яблоко вот такие вот розочки сейчас покажу поближе красивый привлекательный внешний вид моя дегустация что вам сказать ягода сладкая очень кожица при приезде с тебя и моя мякоть плотно но хороший столовый виноград когда будем дальше наблюдать смотреть так вот такой внешний вид мой взгляд очень привлекает с владислав добавить пояснение по названию когда получил получен был сеянец ну первая сигнал очка на сеянцы был вкус красного яблока чет четкие тона именно вкуса красного яблока отсюда и родилась название что долго не заморачиваться красное яблоко но получил тот же цвет тот же размер получил кисти когда на сигнал очки была маленькая на усе не было то есть кисть есть цвет есть размер ягоды есть вкуса в этом году красного яблока я не услышал так сахар по красному яблоку 22 брикса так данная форма оставляется для дальнейших наблюдений такой подведем итог формы будут дальше наблюдаться будем смотреть как они будут себя показывать все последующие года ну и принципе будем давать честные отзывы не прошел на укоренение прошел пойдет жизнь будет подарен людям для дальнейшего